Доброго времени суток! Сегодня у нас очередной репортаж из гаражей. Расскажу я вам сегодня про такую вот конструкцию. Каркас, душ, туалет, пожалуйста. Главные его особенности, постараюсь рассказать все, что знаем. И все, что, я думаю, важно кому-то пригодится. То есть вот даже есть специальный бак, я потом расскажу тоже более про баки, какие там обзор сделаю. Просто специально вот этот вот бак, он у меня просто на крышу делается, просто крыша делается прямая, да, и будет у вас душ. Все, бак специальный, но это не в этом репортаже, это в следующем. Вернемся вот к этому конструкции. Плюс, видите, труба 40 на 42, то есть я вот даже его, когда я бывает их тут таскаю, перемещаю вот из гаража, потому что в гараже места у меня мало, то есть чувствуется, что он даже, что он крепкий. То есть, видите, да, заказали просто ножки такие 50 сантиметров, делают, бывает 20, бывает 10, то есть это не принципиальные пятаки, да, тоже на ножках, вот такие. Каркас тоже довольно-таки сильный, там же бывает 20 на 20 делают, там может 40 на 20, 25 на 25, я думаю, вполне нормально. Вот такая вот конструкция, он будет уже сам ее укрыть там профлистом, плюс какой здесь, как вы видите, каркас здесь, да, то есть петля, видите, какие петли стоят, то есть на дорогие тяжелые калитки двери такие петли делают, то есть и здесь на такую калитку сделана такая петля, я думаю, это уже солидно, да, для него. Ответочка, видите, тоже как они 20 на 20, чтобы вся труба погнулась от сварки, потому что просто-напросто сами понимаете, вот когда хорошо провариваешь, вот эта труба, она просто может даже уже сама по себе выгоняться, не говоря уже про дверь, может всю, блядь, бедную перекосить. Поэтому 40 на 20 минимум, тем более, если такие петли. Здесь самое то же, все открывается легко, посмотреть, как игрушечная. Здесь у меня вот проходит одна, вторая, все-таки жесткость. Здесь почему я делаю 40 на 20, здесь обычно защелка, если крепить различные, почему я делаю 40 на 20. Там 20 на 20, но это вполне нормальная дверь, конструкции меньше уже не надо, ну, а больше, я думаю, особо для душ-туалета, особо, особо и, как бы, я думаю, не требуется. То есть, каркас, каркас обычно хватит 20 на 25, вот такой достаточно. Здесь он заказал с запасом. Еще бывают окошки, вот тут делаю ниже, но он мне сказал, не надо никакие окошки, сделаем не так, вот на такую высоту, чтобы все было одинаково, вот видите, вот эта линия, да? Я ему сделал одинаково, вот под этот вот проем. То есть, это чистый выдумок, потому что я, бывает, еще опускаю здесь, делаю окошки, это у меня много таких разных есть. То есть, я и сзади, и спереди, и по бокам делал окна. Я считаю, для душа, конечно, лучше прямой делать крышу, для туалета, честно вам скажу, ну какая хрен разница, будет она прямая крыша, ничего там страшного не случится. Но обшивать такую данную конструкцию, я вообще, идут споры каждый раз, да? Кто считает, ее обшивать надо поликарбонатом там, да? Я считаю, что поликарбонат-то говно, я не люблю. Профлистом жарко, ну да, будет пожарче, потому что конструкция будет нагреваться, но зато это на долгие-долгие годы. Это однозначно с поликарбонатом профлист не сравнить. Если кто-то вопрос задаст про души, деревянные туалеты, я скажу, они очень тяжелые, да, может быть, там что-то, какие-то плюсы в них быть, но минус у них тоже есть. Это я так, к слову. Теперь вот про полы. Про душ, про полы я просто делаю доски, сами понимаете, их не надо ничего скреплять. Здесь же очень важно правильно, грамотно скрепить, чтобы полы у вас не провалились. Поэтому стоит об этом, так сказать, показать в отдельности. Я еще про такое не рассказывал, как я помню. Поэтому делал я часто, но рассказывать не рассказывал. Что тут, какие нюансы, как вы видите, да? Немножко оставляем люфтец и здесь, и здесь. То есть, если у нас там идет, можно по сантиметрику, по полсантиметрика, то есть доски отрезайте меньше. Вот я их по 98 нарезал. Если у меня там 99, я 98 отрезал, чтобы все можно было вставить удобно. Потом, как я делал? Сначала я, естественно, наметил вот это отверстие. Все сложилось. И отверстие вот этим, вот как вы видите, вот такой вот недорогим лобзиком. Недорогой, непрофессиональный, просто дешевый лобзик, да, самый китайский, 400 ватт. И вот такой вот херней просто и вырезал. Я не буду это показывать, думаю, это тут ничего такого не есть. Ну, потом на ровной поверхности вот такой вот досочки. Видите, два гвоздя тут, два гвоздя тут. Вот так вот везде в каждую доску захреначил. Здесь, здесь. Смотрите, чтобы у вас, когда будет прибивать, чтобы все было плотно. Пробил. Затем. Вот, смотрите, сюда. Гвозди были длинные здесь. И еще наметил вот такая. Это важно тоже. Естественно, для связки. Вот, посмотрите, вот здесь прошло. Отсюда пробил. Потом их отсюда пробить. Если вы хотите на долгие годы, сразу сделайте. То есть два гвоздя здесь, там два здесь. Еще с той стороны можно пробить. Также эти можно дополнительно. Гвозди не жалко, если это для себя делаете. То, конечно, лучше навстречу. Два сюда, два сюда. И будет у вас уже на долгий год. Потому что все равно ходить будет подгнивать. Все это может расшататься. Да, сегодня это крепко. А через год, два, уже не говоря про 10 лет, у вас она ходуном. Потом она будет вся вонючей. Как не очень будет приятно лишний раз гвозди пробивать. Поэтому я рекомендую. Дальше. Обратите на это внимание. То есть у меня вот эти лежат на них, да? На вот этих двух боковинах. И еще обязательно вот это. То есть опора. Потому что здесь, несмотря что вот эти две усиливающие проходят у меня доски. Еще обязательно вот это. Потому что тут будет охрененная нагрузка. И ваш гвозди, я думаю, все равно со временем, через годы, их поведет. Поэтому уголок я посмотрите, как поставил. Видите? То есть вот этой широкой частью здесь тоже. Вот тут с запасом проварил. Аж даже вон охерачил. Сжег аж. То есть провар с запасом. Здесь тоже посмотрите, как. Понятно, да? И вот это, чтобы доска у вас была рассчитана. Я все разметил грамотно. Чтобы у меня вот эта доска не попадала на эту металлическую. И здесь тоже самое, видите? Я думаю, все понятно. Она практически проходит. Сейчас мы ее положим. И увидите, как отсюда все размечено. Видите, она не задевает. И здесь они буквально аж вот. Вот они, уголки видны. То есть становится, все будет надежно. Как вы видите, связано. Конечно, у меня бывают и другие версии. Прямо аж с седалищем. То есть такой уже для, скажем, у кого есть лишние деньги. Прямо садишься чуть ли не как на унитаз. Это смотрите у меня на канале, на сайте. Это все есть. Просто вот такую сегодня версию заказали. Про вот это я не рассказывал. Поэтому я сегодня отдельно остановился. То есть это самый такой как бы недаровой вариант. Хотя с ним тоже надо не только там натяп-ляпал. Тут, как вы видите, вот я еще гвозди здесь насаживал. И здесь пробивал. Потом, да, еще вот тут я можно связать. Вот эти вот. Вот так вот можно соединить. То есть вот эту с этим можно еще вот так пробить. Вот так можно пробить. Вот он заходит в гвоздь. Вот так еще вот такой вот захерачивается. Поэтому, казалось бы, эта херня херней, да. Взял, положил, пропилил. Но тоже, тоже надо сделать так, чтобы тебе потом не было стыдно за бесцельно прожитые. Здесь обычно все варят. И здесь, да. Я же еще варю, когда конструкция ответственная, я еще варю и здесь вот тут. И здесь тут полностью. Здесь, как вы видите, я полностью не... И здесь тоже варится, видите? Ну, я тоже сделал специально, не полностью. Потому что, если я варю тут, у меня бедная труба может просто вот так вот вздуться. Ну и здесь тоже, видите, я просто накидал понемножку. Видите, вот так вот. Как бы закрепил для запаса прочности. А так, я считаю, незачем тут проваривать сплошно. Просто бедная конструкция у вас вся от хорошей сварки. То есть, я варю, бывает, толстый металл, ворота мощные, тяжелые. Там я варю, да, с двух сторон. Но там надо так тоже следить, чтобы бедная, даже толстый материал начинает раздуваться. Вагинац. Ну, это просто подзасов какой он там. Можно, если он спилить, я не знаю. Здесь как делаю? Здесь тоже можно засовчик я, бывает, делаю. Здесь бывает просто защелочка, тут отверстие сверлится и все. Потом душ, туалет, я вот буду недавно делать, прям буквально за ним. Вот здесь постараюсь с полочками я сделал. Здесь еще полочки, как бы, можно сделать, да? Бывает. То есть, у меня тут прям седальщи есть такие. Садишься, здесь можно полочки, там, газеты где даже положить. Может быть, даже спрей для воздуха. Ну, а так, в целом, на сегодня практически, я думаю, все. Если кого-то что-то интересует, вопрос задавать, подскажем. Что знаем, кто хочет свое, кто-то что-то добавить. Послушаем умные, дельные советы. Ну, а так, подписывайтесь, будете следить за новиночками, потому что, как вы видите, я тут вот делаю еще обзор вот этого. Надеюсь, это у меня как бы уже все купили практически. То, просто не покрашено, вот видите, я что делал. Скамейку, надеемся, вот такой вот стол, да, богатый. Богатый. О него будем рассказывать. Поедет в город Москва у нас. Подпишитесь, будете следить за новиночками, ставим лайки. Будем вам, большое вам за это спасибо. Ну, а так, спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok